Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Попробуем? Попробуем. 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 Так. А где у нас? Можно я у кого-нибудь, у девочек? Все азбуки, которые буквально были у нас до этого. Всё. Заканчиваем этот раздел. Переходим к взрослым учебным пособиям. А у меня почему не взрослая? Взрослая. Первый класс. У меня такая уже есть бомба. Вот так, корочка. Она у тебя для шестилетних детей. А это первый класс. Азбука. Родное слово называется. У тебя для шестилетних детей. Для малышей, которые заканчивают детский садик. И только начинают знакомиться. Я в него не ходила. А куда она ходила? Я ходила. В первой классе. Так. Это очень шумно. Очень шумно. Во. Это первый класс. Смотри, у Данюши какая. Сейчас я покажу разницу. И вы сразу поймёте, о чём я говорю. Смотрите. Для шестилетних детей и азбука для первого класса. Ага. Угу. Данюша, возвращайся обратно. Итак. Начинаем сегодня новый учебный материал. Смотрите. Илья, обрати на меня внимание, пожалуйста. Спасибо. Данюша. Данюша. Мы начинаем. Как буква Б. Как пишут. Учебник, проще говоря. Б. Ну так напиши Б. Большие тут. Это нам на предмет чтения. Этот учебник с нами сегодня начинает идти ножка в ножку до конца всего первого класса. По нему мы будем учиться с вами читать. Для читающих мы будем изучать с вами новые, интересные, небольшие, но уже предыдущие. Я уже это почитала. Да. Здесь просто так же повторим все. Если мы начнём, откроем сразу. Начнём с корочки. Мы увидим замечательного создателя этой книги. Открой первую страничку, Илюша. И посмотри на портрет того, кто, собственно, написал этот замечательный учебник. У вас есть учебник арифметики. Вы уже знаете, что такое учебное пособие. Теперь у вас вводится в наш замечательный курс второй учебник. Он тоже очень интересный, очень красивый, но даже приятный у него. Если чёрка, приятная у меня уже курочка, кукла чихальчика, её приятно можно потрогать. И так, дальше. Здесь мы будем так же учиться по данному учебнику, рисовать с вами, продолжать уже учиться, вы уже это умеете. Рисовать по клеточкам. Мы будем именно по этому учебнику учиться рисовать по перу. То есть, сейчас мы пишем свою тему. Карандаши. Карандаши вам простые, конечно. Сейчас я учу вас просто старую вархоль. И так дальше, к чему поступаем. Сейчас ещё буквально месяц у нас остался. Я думаю, даже чуть-чуть больше. Месяца до того... Ты хочешь мне на проект принести? Нет, я хочу подписать. И так, почему именно с сегодняшнего дня, почему внедряю я так вам этот учебник? Потому что именно по нему будет полностью весь у вас учиться. Потому что у вас будет взрослый, нам пора учиться его. Конечно. По учебникам, да? Да. Но это не простой учебник, как из школы. У нас же школа своя, особенная. Мы скоро будем учиться писать по нему. Я думала, либо до Нового года на это захватим, либо... Ну, сколько ручкой писать будем? Мы будем писать сначала пером, потом ручкой. Ручкой писать, понимаете? Мне нужно сейчас достаточно вам того, что всю осень мы учились писать нормально карандашом. А как ты иногда каляки-маляки мне рисуешь? О-хо-хо. На контрольном тиктанте ты мне его не сдашь. Их. Хорошо, точно. Вот ты... Мы... Мы это все будем сегодня списывать? Нет, мы ничего списывать не будем. Мы просто глазами внимательно посмотрим, все это изучаем, познакомимся и будем читать. Я буду писать, чтобы закончить свою читатку. Чтобы закончить свою читатку. Свои читатки. А... Ручка не встает? А? Ну, рановато. Ну, рановато. Ты запоешь мне этот вопрос. А? Давай? Давай. Смотрите. Полистать хочу вместе с вами. Рад. Илюша. Данюша. Ярославный. Смотрите. Здесь есть и тот наш самый замечательный дом. Помните, с которого мы начинали с вами знакомые? Это глазами. Это глазами. Это глазами. Да. Вот. Здесь все. Смотрите. Здесь даже есть та самая табличка по твердости и мягкости глаз. Помните, я рисовала вам, мы делали памятки. Даже это здесь есть. То есть, если когда-то, когда-то, кто-то, что-то подзабыл, он открыл наш замечательный учебник Азбуку. Потом есть все-все ответы на ваши вопросы. А на самом деле была книга. Да. Смотрите. Вот это мы уже все с вами прошли. Это вот по звуков. По раздел звуков полностью. Помните, когда я вам говорила? По словам. Да. Где встает звук, на какое место. Здесь изучение определенных букв, которые мы уже тоже с вами изучили и уже все хорошо пишем. А? А потом... А потом... А потом... Мы переходим. Смотрите. Здесь... А сейчас... А на 4. Мы переходим к небольшим... Тут даже не 4. Здесь чуть больше. Здесь у нас есть такие небольшие пословицы. На каждую буковку есть своя пословица. О, Аля! На каждом учебнике встретишь такое вот интересное преподнесение букв. Тут они все становятся... Знаете, интересно в чем? Ну... Сначала маленькие, маленькие, начинаются пословицы. Вот они начинаются на букву Н. Есть пословица своя на букву Т. Наши пословицы будут становиться все длиннее и длиннее по содержанию. И когда заканчивается весь, весь алфавит заканчивается... Сейчас я покажу, что есть интересный концепт. Так, кто воет, сидит. Певица ты моя, заканчивай. Второй урок, воет, сидит. Сейчас, Дарья, ставим, чтобы показать сначала. Сколько у нас уроков? Сегодня? Три. Сейчас второй перепустим и на Ильзу. Ильзу и на Ильзу и на Ильзу. Вот у меня тоже. Я уже тут прочитала. Смотрите, здесь у нас Иисус Христос нарисован в конце. Очень интересно, так видите. И здесь у нас уже письменная азбука. Что такое письменная азбука? Письменная азбука. Это такой учебник, который учит насилие. Да. Да. Но здесь письменная азбука, это именно тот, смотрите, вид того почерка, как вы должны писать в конце года. Вот к этому мы сейчас с вами идем. Почему мы так много пишем? Почему мы так много исправляем? Почему мы так много стираем? Почему я вас прямо иногда ругаю за то, что пишете аляки-маляки? Вот таким красивым словам, вот к такому почерку на письме. Вот такая красота должна быть не только у наших девочек, но еще и у мальчиков. Так, теперь, откроем страничку. Я тебя незачем... Спасибо большое. Так, сейчас скажу страничку, на которой мы сегодня пойдем, а оставляем. Так. Это нам не нужно. Где вам мэр? Мэр. Откроем страничку 23. 2, 3 страничка. А я уже на 20. 23 страничка. 23 страничка. 23 страничка. 23, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Мы здесь ничего не изучали, откуда ты к чему можешь вообще переходить. Вот. Страничку 23 марта. Первая пословица, которую мы видим. Сейчас мы сегодня читаем. Девочки. Девочки. Вам. У меня отдельное задание. Уже знаете. Для тех, кто читает уже. Я читаю все девочки у нас. Начинаю с чтения маленькой пословицы. Ваша задача сегодня. Прочитать нашу первую маленькую пословицу. Вот она. Она совсем маленькая. Первую. Да. Первую. Я подойду сейчас. Вот эту? Да. 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 Я тебе сейчас подойду, Илюша. А я. А я тут большую. Смотрите. Но. Девочки. У меня глазки подняли. Не просто прочитали. Я сейчас с Илюшей присаживаю. Это пословицу. Вы у меня читаете каждое ее усмотрение. Я с Илюшей заканчиваю. Подхожу к вам. Каждой присаживайтесь. И вы мне рассказываете суть то, про что читали. Не просто прочитали. А попробовать проанализировать то, что прочитали. То есть о чем читали, проще говоря. Понятно? Угу. Не торопимся. Читаем спокойно. Вдумчиво. Хорошо. А я подойду и у каждой спрошу, кто о чем прочитал. Угу. А мы-то забываем. Так же, как на письме сидим, аккуратно читаем. Брата. Ты на письме? Угу. 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 Девочки, вы когда читали, просто посидите молча, подождите буквально 5 минут, чтобы мы вас догоним и будем разбираться все вместе с себя. Все, аккуратно, посидите, не болтайте, полистайте, пока порассматривайте наш учебник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не спеши Не пляши Все, блистая пошла уже Субтитры создавал DimaTorzok Два 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 Пустой подвал. О чем говорится? Здесь про что ты читал? Я читал пустое место. Пустое место где-то здесь на лесу. Пустое место будет здесь. Да говорится о чем? Суть человека и присказки в том, что дом как пустое место. Потому что на нем вроде есть и пес в этом доме, и есть маленький малыш, который только по полу году. Все равно как пустое место. То есть дом какой? Одинокий. То есть суть этой присказки именно в этом. Хотя его надо построить, потом купить себе животного, купить ему кроватку, потом себе два надо делать. Еще потом ожил, стали уютно, наполнился радостью, велика, велика, велика. Подождать. Так, все, с тобой разобрались. Хорошо, пойдем дальше к Ярославу. Ярославный дом. Ты дочитала? Да. Ну давай, дай тебе. Ярославный дом. Потом читала. Ярославный дом. Ярославный дом. Продолжен. Сейчас подойду, подожди чуть-чуть. Что там берется? Тихо. У Маши оса на лице. Петя молодец. Сосует посуду. Ясно светит солнце. Продолжение следует. Петя молодец. Петя молодец. Ярославный дом. Ярославный дом. Продолжение следует. Мимимишки, три кота, такие мультики. Кто тебе больше всех выбирает? Мимимишки. Не, а можно выбирать? Куда несуешь? Как ты считаешь? Я не умею взивать медведей. Медведей не умею. Хочешь, я тебе помогу? Я тебе помогу. Дай мне, пожалуйста, кисточку. Кисточку. А там в второй корзиночке, глянь, пожалуйста. Или в стаканчике, который стоит на полочке у нас с кисточками и с ножками. Нет, на полочке стоит стаканчик пластмассовый. Там линейки лежат и кисточки. Все-все и аккуратно. Там нет кисточек. И все на линейках. А, просто красная станка адреса. Прямо слава, ты видишь, я с младшим поколением в ваших сантиметрах. Я пока не могу. Поколение не могу. Живи. Шлепая. А, да. Пасы, ты у меня не делаешь? Пасы, ты у меня не делаешь? Пасы, ты у меня не делаешь? А тут капелли. А тут капелли. А вот киша, да. А мой самый железный человек. А мой халк. А мой халк. А мой халк. Он зеленый, да. Соружен. А у меня не получается. А, у кого есть синий? У всех есть синий. У меня нет там больше. Нет. Кисточку нашел? Нет. Мамочки нет. Целый металл кисточек на прошлой неделе заказали, а опять нет кисточек. Вот поэтому я говорю вовремя, все нужно на место складывать. Потом мы еще начинаем. А, да. А сейчас он знает, какой синий. Сейчас он знает, какой синий. 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 А максимально разный. А сейчас будем на полу. Котик. Ой, это кто? Котик. 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 Что такое? Что такое? Пожар. Пожар красный. Пожар красный бывает. подождите, я хочу что-то сейчас подрисую красный, но какие-то какие-то горит, смотри вот это удалило это какое-то настоящее звездное ночное небо, красотичное это какой кот у тебя классный бери кисточку у кого-нибудь, бери красочки, либо карандаш как тебе больше хочется спасибо 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 спасибо